Патрулирование городских улиц, проверка на дорогах и даже участие в настоящей погоне за нарушителем. Сотни российских детей, которые борются с онкологией, стали участниками масштабного благотворительного проекта и своими глазами увидели, как работают полицейские. Не остались они и без других подарков, но главное, маленькие напарники инспекторов ДПС получили непередаваемые эмоции и полезные знания. Обо всем подробнее, Михаил Федотов. Добрый день. Я с Петром ДПС Сергей Александровичем. Автомобиль ДПС паркуется у дома 9-летнего Арсения под Краснодаром. Школьник сегодня станет помощником полицейского во время рейда по нарушителям. Короткий инструктаж и в путь. Напарники отправляются патрулировать улицы города. На оживленной трассе Арсению показывают, как правильно останавливать автомобили и проверять документы водителей, а дальше экскурсия в кавалерийский взвод. У патрули на постовой службы вместо железных самое что ни на есть настоящие кони. Осетлать одного из них помогают и Арсению. Столько эмоций. Это очень важно для детей. Видеть профессию, так сказать, изнутри. Один день из жизни полицейских проживают дети во многих городах страны. Благодарительный проект для маленьких россиян, которые борются с онкологией. Семёна из соседнего Кропоткина, ему три годика, тоже пригласили на экскурсию в отдел ДПС и разрешили посидеть за рулём патрульной машины. Захар и Сева из Воронежа изучили буквально каждую кнопку служебного пульта в машине автоинспекторов. Есть такой пульт, через который там есть кнопки и нажимаешь, к примеру, сирену можно включить. Мальчишкам провели экскурсию по музею ГИБДД, где рассказали, как была устроена служба дорожных полицейских в прошлом и как инспекторы несут её в наши дни. Узнали о мечте детей, примерить на себе роли сотрудников госавтоинспекции. Пригласили их в управление ГИБДД, где познакомили с основами нашей работы. А вот Ваня и Костя из Новокуйбышевска приняли участие в настоящей погоне. Во время рейда полицейские заметили нарушителя. Выдвигаемся. Когда мы ехали на машине, мы с другом остановили преступника. В отделе мальчишкам показали, какие спецсредства стоят на вооружении ДПС, а после полицейские приняли у ребят экзамен по правилам дорожного движения. Поздравляю тебя. Водительские удостоверения настоящие на право управления самокатом, велосипедом и роликами. Дети при движении по городу все до единого знака, который установлен вдоль проезжей части, детально рассказали, для чего предназначены знаки. И, конечно, полицейские не оставили всех детей без подарков. Но, пожалуй, главный – это эмоции, которые стражи порядка подарили своим маленьким напарникам. Михаил Федотов, Вести.